всем привет я рад приветствовать вас на канале кора и халк и сегодня я хочу вам рассказать свою историю как мы долго и нудно искали дрессировщиков для своих собак через какие проблемы мы прошли чем вы можете столкнуться и как же все таки избежать аферистов которые обещают вам золотые горы и выжать максимум из вашей собаки почему я хочу записать это видео да по одной простой причине открывая на 8 ленту в одессе ротвеллер напал на кого бы вы думали нет ни на ребенка нет ни на прохожего не через забор перепрыгнул не порвал кошку соседскую он порвал свою хозяйку в результате чего нацгвардия вынуждена была застрелить этого ротвеллера видео я вставлю свой ролик и кому интересно можете посмотреть запись под камер нацгвардии итак давайте начнем и домашний ротвеллер ледь не загриз свою власницю за словами очевидцев инцидент стався на території парку що розташований за будівлею одеської обладміністрації на місце подій викликали поліцію пес породи ротвеллер кусав свою господиню за руки та тулуп собака погодилась дуже агресивно на команди господині не реагувала патрульні намагалися перемкнути увагу озвірілої тварини на себе та спробували віддігнати пса після чого собака зірвалася з повідця та почала бігти в бік патрульних один з інспекторів поліції прийняв рішення знишкодити тварину яка загрожувала життю та здоров'ю жінки та поліцейських а тепер я вам расскажу почему мы вплотную начали заниматься с первой собакой дрессировки у нас двое детей одному на тот момент был кот девочки а парню было 7 лет и вот американский бульдог причем прошу обратить внимание это сука Кантебель более подвержен доминированию суку в основному вся семья хозяева у нее нет ярко выраженного хозяева и сука проходя мимо моих детей могла себе позволить их там толкнуть вначале легко потом сильнее потом она просто тупо игнорировала старшего да он брал ее на поводок и гулял во дворе ребенок начал ее потихоньку побаиваться и я увидел что американский бульдог медленно но уверенно пытается самоутвердиться над моим ребенком соответственно когда я начал искать дрессировщика у меня была задача которую я дрессировщиком озвучил научить ребенка правильно относиться к собаке как правильно себя вести в той или иной ситуации ну а теперь расскажу каких кадров я видел стоимость занятий было в районе 10 долларов возить в основную группу я бульдога не хотел да и надобности никакой не было у меня была задача дрессировщиков чтобы дрессировщик объяснили как ребенку поставить себя над собакой потому что ни у меня ни у жены таких проблем не было а вот ребенка же собака начала потихонечку щемить занятия стоило 10 долларов они дрессировщики приезжали к нам домой первый дрессировщик из системы мвд я сразу обозначил все что я хочу видеть он сказал окей ну вначале мне нужно научить собаку себя правильно вести окей ну вообще я хочу им чтобы ребенок занимался собакой то есть если вы выводите собаку мою за пределы двора я хочу чтобы ребенок trilogy с поводком а выше рядом и объясняли ну как правильное ездить как правильно подозвать то правильно остановить как правильно дать команд чтобы у ребенка появилась уверенность в себе что он может управлять этой махиной а эта махина поняла что она должна не шмить ребенка а должна подчиняться первое занятие Возвращаются. Собака у дрессировщика. Второе занятие. Собака тоже у дрессировщика. Третье занятие. Собака тоже у дрессировщика. Я у ребенка начинаю спрашивать, а ты вообще на поводке хоть 5 метров провел? Ребенок говорит нет. Я начинаю разговаривать с дрессировщиком. Дрессировщик говорит, да все окей. Проходит шестое занятие. Точно такая же картина. Ну соответственно мы с этим дрессировщиком попрощались. Потому что человек просто занимался за 10 баксов 3 раза в неделю выгулом моей собаки. Ну, честно говоря, я считаю, что я сам могу взять свою собаку на поводок и вывезти ее погулять за бесплатно. Второй дрессировщик, это был кадр речащих. Я ему позвонил и задал вопрос. Как часто, когда вы работаете? Человек говорит, я работаю 7 дней в неделю. Я говорю, окей, давайте завтра встретимся, тогда приезжайте к нам, будете дрессировать. Дрессируемся мы один день, дрессируемся второй день, вроде как все хорошо, все понятно. Вроде даже и ребенок уже собаку на поводке вводят. И отвожу я этого, мы живем чуть-чуть за городом, и к метро подвести там 50 минут. Подвожу я дрессировщика к метро и говорю, ну давайте-то теперь на следующей неделе встретимся. А он мне говорит, как на следующей неделе? Я говорю, ну мы на этой неделе 3 занятия провели. А он мне говорит, я же вам сказал, я работаю 7 дней в неделю. И тут я понимаю, что человек хочет 10 долларов зарабатывать на мне за час, за 45 минут урока 70 долларов. Каждый день по 10 долларов. Думаю, не кисло. В месяц этого у нас получается почти 300 долларов. Я говорю, хорошо, может быть я и готов тебе заплатить эти деньги. Но через сколько времени моя собака будет приносить мне тапочки, мыть посуду? Ну за 300 долларов в месяц по сути. И уже можно от дрессировщика что-то и требовать. За что он мне говорит, ну вы же понимаете, это американский бульдог, это упрямая собака. Тут как получится? Я говорю, подождите, 300 долларов в месяц. Человек слился. Потому что он понял, что за эти деньги будут требовать. Конечно, в итоге мы нашли очень хорошую девочку. Она была больше даже не дрессирована, как сказать. Она тренер по джиллите. И вот она начала заниматься с моим сыном и спидбулем изначально. Это все было в форме игры. Щенку было тогда 2,5-3 месяца. Ему вообще там все вкатывало. Ему нравилось, как они бегают, как они прыгают. И в процессе игровой формы щенок и малой учились взаимодействовать. В щеночной форме, честно говоря, это была лучшая дрессировка. Но, к сожалению, тренер оказался занятым. Ездит на соревнования и так далее. И тому подобное. Все с удовольствием 2 занятия чуть ли не в месяц. И нам это не подходило. Но благодаря этому тренеру мы вышли на дрессировщика, с которым мы работаем сейчас. Человек в большей степени психолог. Человек в большей степени рассказывает нам, как вести себя. Все, что я делаю с собакой, делаю я. А он корректирует мои команды. То есть в первую очередь он обучает меня. Он не позволяет дрессировщику забрать вашу собаку, что-то с ней делать. Да, я вас уверяю, что за 2 недели, за 3 недели собака будет слушаться дрессировщика. Но это не значит, что собака будет слушаться, вас будет уважать. Собственно говоря, подводя итог. Хочу вам сказать, что дрессировщики, как любая профессия, как на СТО есть пидорасы, как в врачах не все гладко, как в преподавателях точно так же и в дрессировщиках. Поэтому не спешите платить дрессировщику за целый месяц, за курс. Посмотрите. За такие деньги, которые мы платим за дрессировку, мы вправе требовать. Если человек не готов брать на себя какие-либо обязательства, значит вам этот дрессировщик просто не подходит. И еще я советую вам акцентировать внимание, что помимо того, что вы обучаете собаку, вы должны обучаться, вы должны понимать, как правильно подавать команды, как себя вести в ту или иную ситуацию. И хорошие дрессировщики именно этому и учат. Они учат вас, как воздействовать на собаку правильно. Потому что есть масса вариантов, когда потом просто-напросто происходит ситуация, когда люди делают коррекцию поведения после некоторых дрессировщиков. Понимаете? То есть цена ошибки вы потом еще будете корректировать. Не с чистого листа вы собаку свою обучите, а вам придется корректировать. Это еще хуже. А что касательно ситуации в Одессе, который раз убеждаюсь и хочу опять же обратиться к людям, которые заводят серьезные породы. Ребят, благодаря вот таким кадрам, у которых собаки на кого-либо кидаются, а еще, чтобы вообще мне непонятно, собака кинулась на хозяина, это вообще нонсен. Мы скоро такие породы, как питбули, ротбейлеры, я не знаю, попадут туда немецкие овчарки, там не попадут, но стаффорды точно попадут, питбули попадут, канакарсе может быть, аргетинские доги туда попадут. Мы будем покупать, как в Европе, когда вы будете получать собаку, как холодное оружие. Это будет 300 справок, у вас будут, к вам будут выставлены жесткие требования. Вот к чему мы идем. Понимаете? То есть, если вы не думаете о себе, вам пофиг, что вас съедят, так людям не подсирайте малину. Потому что, слава Богу, на данный момент у нас есть возможность покупать такие породы абсолютно без напрягов. Взял деньги, поехал в питомник и купил. Еще раз, десяток таких ситуаций, мы придем к тому, как в Германии, например, чтобы получить того же питбуля, и то там, еще смотря в каком городе, вполне возможно, в определенных городах они вообще будут запрещены, запрещено будет размножение. Нам нужно будет собрать 300 справок на травматический пистолет, например. Вы этого хотите? Вы к этому стремитесь? Я вот честно, я не понимаю. И второй момент, опять же таки, не берите серьезных собак, если у вас нету жилплощади, если у вас большая семья, и у вас не хватает дохода, потому что рано или поздно вы действительно придете к тому, что элементарно, то, что ее нужно кормить, нужно покупать дорогие ошейники, дорогие поводки, крепкие поводки. Все это стоит дорого, не дешево. Вам придется нанимать дрессировщиков, потому что вполне возможно, вы сами с этой собакой не справитесь. Это если вы умный, а если вы не умный, вас просто действительно съедят. Или что еще хуже, ваша собака загрязет чужого человека. Одно дело, ваша собака съела вас, вы сами дураки виноваты, в принципе, никто не пострадал. А другое дело, пострадают невиновные люди, что еще хуже, пострадают здесь. Поэтому, перед тем, как завести собаку, как я уже не раз говорил, хорошо подумайте, а нужна ли она вам? Готовы ли вы ей уделять столько времени? Есть ли у вас вообще это время? Потому что собака, по сути, это ребенок, который никогда не вырастет. И это нам нужно очень четко понимать. На этом ставим точку. Видео прикреплю. Всем пока. И старайтесь избегать таких ситуаций, в которых поручится честь великолепных пород. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok